Доброе утро, мои хорошие! Ой, какой сегодня день-то хороший! Время 9 утра, а уже 10 градусов тепла. Ой, это я всё просила-просила. Наверное, допросилась. А я вытащила сову, ещё одну. Вот, смотрите, насколько она лучше получилась. Аккуратненькая какая. А эта, да, не удалась. Но я её подделаю. Вот тут заделаю. Я вообще-то хотела сову сделать Марине, подруге своей. Она любит сов. Вот для этих, собственно, целей я и купила эту штуку. Но вот из гипса мне нравится больше, конечно. Прям гладенькая, аккуратненькая. Ладно, теперь надо будет раскрашивать. Раскрашивать-то надо, да только я все краски выкинула. Да, они уже все испортились. Надо ехать в магазин. Ладно, уже ехать в магазин. Да, вот это. Очухайся хоть, умойся. Попей кофейку, таблетки выпей. Ещё не проснулась, ночью не спала. Ну ладно, всем доброе утро. Включаем новый день. Всё отлично. Успокаиваю я себя. Так, иду, хочу постирать прям машинки в свои ботинки. Посмотрите, они какие грязные и страшные. Пока хорошая погода. Может, они постираются и высохнут у меня. Потому что нормально хожу я только в них. В остальных, во всех болят ноги. Ужасно. Так, ну тут ладно, более-менее нормально. А вот это... Вот это ещё всё нужно убирать. Ещё надо что-то с гранатом придумать. Чего надо Витю просить опять. Так, розы я пообрезала. Ну, правда, получилось какие покороче, какие подлиннее. Ну и ладно. Вчера разговаривала с Татьяной Валерьевной, с подругой своей. Она говорит, а что у тебя? Что-то лысо как-то стало. Я говорю, так поспилили всё. Конечно, будет лысо. Надо вот ехать в среду на рынок. Посмотреть, что там есть, посадить сюда. Так, конечно, тени мало совсем. Чё это? Так, ничего, вон нарциссики, тюльпанчики цветут. Так. Завтра почта работает. Я прям жду посылку. Прям так жду. Вот всё-таки один цветок у меня. Молочай мой. Засох. Не знаю, я его посадила в этот горшок. Вынесла на улицу. Не знаю, что будет с ним. Ну, весь вот. Остальные нормально, а этот чё-то... Жалко. Целый год я его холила, лелеяла. Из Питера привезла. Маленький отросточек. Жалко. Так, о чём я говорила, уже не помню. Жду посылку. Очень нужна она мне. У меня там и фурнитура, которая мне сейчас прям нужна. И у меня там и краска идёт. В общем, у меня вся красна. Ну, ладно. Вообще, вот хочу сказать. Изначально неправильно здесь было всё посажено. Вот эти вот правильно. А вот это вот то, что надо было сделать горизонтально вот туда. Вот так. Потому что здесь вот этот инжир, который был, он разросся незнамо как. Вот этим розам вообще никакого солнышка. не доставалось, что этому, что этому. И этот весь вытянулся, потому что из-под кроны инжира цвета ему не было. И вообще всё, что здесь, всё тень абсолютная. Нежнички обцветают. О, вот это я ещё не убрала. И тут. Вот посадили. Ну, ладно, да, вот гранат хороших. Надо с ним разобраться ещё. Зизифус вот этот. Вот он. Я не знаю, у кого растёт на участке зизифус. Ну, какой-то вот, правильно Витька говорит, виноград надо сажать, а не инжир мелкий. Причём мелкий инжир-то был. Он не... Ну, вот такой вот. Ну, чё, это инжир, что ли? А место позанимали. В результате всё это... Ну, сажать, конечно, всё равно надо. Пусть не мне, а другим людям тень нужна тут. Ходить по санцепёлку. Ой, хотя, честно сказать, я летом, когда жара, целый день дома сижу. Выскакиваю утром, да вечером на улицу выхожу. Вот. А на солнышке так, если куда-то, магазин там съездить или видео вам поснимать. А так дома сижу. Шо оно пожаре-то? Он уже, боже, коровочка. Вон она. Хе-хе. Пригрела. Он ещё одна. Хе-хе. Ой, сейчас повылезают насекомые, всякие пауки, да гадость. Ой. Ну, вот так, да, тепло и понеслось. Да, кстати, у меня там ой, неотвеченных сообщений в WhatsApp и в Viber. просто кошмар. Девчонки, я не могу, у меня не хватает просто даже вот сесть и поотвечать. Но я знаю, с чем это связано. Я хочу сказать, никому я не писала, не звонила, не просила прощения, прощённое воскресенье. Но мысленно я за день несколько раз просила у всех прощения. Так что я уж не такая совсем вот эта. Просто мне, вот честно, жалко времени. Я лучше что-то сделаю руками. Правда, мои хорошие. Так что вы уж меня простите. я стараюсь вроде делать по жизни всё как надо. У меня вообще девиз такой по жизни. Делаешь, что должно и будь, что будет. А если у меня что-то не так получается, как хотелось бы, но это часто просто не моя вина. Так что вот так вот, мои дорогие. Ну ладно. В общем, я у всех прощения попросила. Давай, моя хорошая, я тебя на солнышко поставлю. Сохни. Так, ну, наконец, я до кофе добралась. Вот хочу вам показать. Вот вчера не спалось мне. Делаю вот такое украшение. Мне уже написали, что вы взялись вот делать вот такие украшения. Ну, девочки, ну, настроение у меня такое сейчас. Весеннее, что ли. Вот хочется мне вот такие делать украшения. Меня же никто не заставляет. У меня нет плана, который нужно сделать. Хочу, делаю. Хочу, не делаю. Вот с кошачьим глазом тоже вот такое осенних расцветок сделала. Вот, кстати, сейчас семечки грызу без зубов. Ну, я их руками. Вот. Вот чего еще хочу вам сказать, мои дорогие. Сейчас включилась с утра канал Любы Саранчи. и вот думаю, господи, мы что с ней мыслим одинаково, что ли? Только я хотела вам сегодня сказать, что я новый канал открываю. Люба Саранча новый канал открывает. Вот так вот. Она открывает новый канал, потому что у нее не все зрители любят ну и как она там копошится со своими растениями. А у меня другое дело. А у меня не все мне пишут люди, что кому-то нравится просто вот там, чего я разговариваю, что у меня в жизни творится. А украшения им, как говорится, нафиг не нужны. Вот. Поэтому я хочу открыть, я давно уже его хочу открыть, давно. Мало того, что каналы пропадают. Бывает и такое, да, воруют каналы. Вот. Ну, мой не суперпопулярный, но все равно на всякий случай. Вот. И я хочу, чтобы у меня был канал, где будут чисто то, что я делаю руками. Вот так что, мои дорогие, ну, сама я не умею этого делать, Саша мне там делает, но у нее времени мало, поэтому тянется это уже давно. Вот. Ну, в общем, вот, короче говоря, вот такая вот у меня новость. Не знаю, когда это будет, но у меня уже есть несколько видео для нового канала. то есть вот эти последние украшения, которые я делала, сам процесс я там делаю и говорю, и многое вы видели из этого, я там вставляла кусочки от этих видео. Ну, в общем, короче говоря, зайки мои, попробую. Я, конечно, сомневаюсь, у меня такие мысли, что не потяну я второй канал, но попробовать надо. Вот сделала вот такие серьги малахитовые. Вот. Очень мне вот эти понравились шапочки, не шапочки, коннекторы. Вот еще зимой я покупала в Москве. Вот. Но, вы знаете, а к ним не все бусины как-то смотрятся. Вот сделала вот такие длинные. вот не знаю, скажите, как вам. Только нет у меня швенц хороших, медных. Надо заказывать. Вот такие вот серьги. Я же просто так сидеть-то не могу. У меня идет какой-нибудь сериал или какой-нибудь передача какая-нибудь, а я сижу и делаю, делаю, делаю. Ну, вот я говорю, у меня последнее время прям вот уже второе украшение вот такое вот таких осенних цветов. Прям вот нравится мне. Ну, я не знаю, что мне стукнет завтра и что я буду делать, но пока вот так вот. Вот надо сегодня доделать. Я говорю, очень жду посылку. У меня там шарфы придут. Вот надо. И фурнитура придет, потому что мне нужно Ларисе шарф доделать, а фурнитуры нет. Так что жду. Ну, и, конечно, девочки мои дорогие, я буду очень рада, если вы подпишетесь на мой новый канал, будете его смотреть. Ну, кому это интересно, конечно. Ну, там будет все. там будет цемент, декор, в общем, украшения, все, что делается руками. Вот. Называться он, наверное, будет Винзовская хендмейт, без каких-то... Я ломала-ломала голову с названием. Не знаю, не хватает у меня фантазии на это. И еще мои золотые. Кто не подписан на мой магазин в Инстаграме, подпишитесь, пожалуйста, я вас очень прошу. Плохо, плохо развивается, плохо. Потому что смотрят меня мало людей. Я не знаю, вот 37 тысяч подписчиков, где они? Псс, для чего люди подписываются? И не смотрят. А у меня с этим проблемы. Ну, ладно, будем надеяться, что все будет хорошо. Мои хорошие, сегодня хоть закат. И то хорошо. Я уже третий раз выхожу. А, но все никак и никак. А оказывается, теперь уже в 7 часов закат. Рассвет восход в 7 часов и закат в 7 часов. Так что день уже 12 часов. И это хорошо. Так не люблю, когда рано темнеет. Это у меня еще с Мурманска. Все-таки полярная ночь, она как-то, ну, депрессивно действует. Ну, а так день длинней и уже хорошо. Ну, и что? Погода более-менее тоже хорошо. Так, ладно, мои хорошие, надо мне пойти поесть. А то я просто позавтракаю, а потом забываю. А также нельзя редко есть. с диабетом то почаще надо. А я забываю. Вот. Давайте, мои хорошие, не болейте, не грустите. Пусть все будет хорошо у вас. Ждем весну, лето, тепло. Дождемся же, правда. Ну, ладно, мои хорошие. До завтра. Ну, и пока-пока. Пока-пока.